Сегодня в нашем городе работали Игорь Халманских, полномочный представитель президента ВУРФО и губернатор Югры Наталья Комарова. Первым пунктом насыщенного трудового дня стала конференция «Профессионализм государственных гражданских служащих». Полпред в своем выступлении отметил, что сегодня регионам нужны профессиональные и компетентные служащие, осознающие степень своей ответственности за работу перед обществом. Это касается как руководителей государственных органов власти и глав муниципальных образований, так и чиновников всех уровней. Проблема профессионализма кадрового корпуса стоит сейчас очень остро по двум основным причинам. Во-первых, это общее требование времени и поступательного развития общества. Во-вторых, уровень профессионализма государственных гражданских и муниципальных служащих уже многие годы остается далеким от идеала. Об этом свидетельствуют как результаты ряда социологических исследований, так и многочисленные жалобы наших граждан. Губернатор Наталья Комарова в своем выступлении рассказала, что работа с кадровым составом в Югре пока ведется в соответствии с разработанными документами еще 2003 года. Но, по словам главы региона, пришло время эту деятельность совершенствовать. Тем более, что об этом и говорит и указ президента России от 2016 года. Для достижения стратегических целей, поставленных Владимиром Путиным, в автономии в этом году принята концепция развития человеческого капитала в системе государственного и муниципального управления. Документ установил новые подходы к поиску и отбору руководящих кадров для органов государственной власти автономного округа. Внедрены новые формы и методы оценки руководящего состава органов государственной власти, местного самоуправления, государственных учреждений и организаций. Назначение на высшую должность осуществляется с учетом оценки управленческих компетенций, лидерских качеств претендентов. На этом же форуме глава Югры Наталья Комарова получила высокую награду. Московская школа управления Сколково назвала имена самых интересных корпоративных партнеров. В числе лауреатов были 12 победителей, 9 компаний и 3 субъекта страны. В их числе оказалась и Югра, получившая премию Сколково Трент Эворд 2017 как самая целеустремленная региональная команда. Основой для награды стали наши стратегии развития автономии до 2030 года и концепция бережливого региона. Мы получили очень интересные возможности для того, чтобы научиться командно концентрироваться для достижения главной цели. Основной выгодоприобретатель от того, что дала Сколково управленческая команде Югры, это жители автономного округа. Будем надеяться, что это действительно для нас полезно. Спасибо. Продолжение следует...